Далее переходим к следующему нашему блоку, к следующей теме. Она будет иметь название «Неонацисты в рядах армии России». Будем делать некий разбор этой темы, что, собственно, происходит и какие, на самом деле, российские военные идут в наступлении и так называемую деноцификацию совершают. Неонацисты, праворадикалы и сторонники возрожденной Российской империи воюют сейчас на территории Украины в рядах армии Российской Федерации. Об этом докладывает немецкая разведка, данные которой публикует издание «Шпигель». Речь идет о, как минимум, двух организациях. Все подробности далее в материале Данилы Кобзы. Официальная позиция Кремля о целях так называемой спецоперации за три месяца войны успела смениться множество раз. Но тезис об украинских нацистах, которых нужно деноцифицировать, то и дело возникает в дискурсе Роспропаганды. Вот только о белой расе, чистоте веры и прочем регулярно говорят российские военные. Например, вот командир воодушевляет подчиненных. Мы последний бастион белого человека. Война за кровь, война за генетику, война за то, чтобы наша великая нация продолжала существовать. Великая белая Россия продолжала жить. Только белый русский человек, владущественный воин, может построить великую Российскую империю. А это видео вообще часть сюжета, который вышел на российском государственном канале. То есть слова военного никоим образом не смутили ни журналиста, ни редакторов. Каждый мужчина заслуживает уважения своими действиями, защищать чужих детей, которые для нас одинаковы, если они с белой кожей, если они рождены на нашей славянской земле. И в этом нет ничего удивительного. Ведь, как сообщает немецкая разведка, в войне против Украины, как отдельные подразделения армии РФ, участвуют российские неонацистские организации «Русич» и «Имперский легион» – военное крыло русского имперского движения. Последние, по данным BBC, получали многомиллионные госзаказы от российских силовых ведомств и в открытую проводили набор в запрещенные в России парамилитарные формирования. Госдеп США внес имперское движение в список международных террористических организаций. Участие таких структур в войне против Украины еще раз подчеркивает цинизм командования российской армии. Владимир Путин оправдывает свою агрессивную войну деноцификации Украины. Внутренний документ Федеральной разведывательной службы Германии БНД свидетельствует, что войска Москвы поддерживаются правыми экстремистскими группировками. Сотрудничество с этими группировками доводит заявленную Кремлем причину войны, так называемую деноцификацию Украины, до абсурда. Из статьи немецкого издания Der Spiegel. Вообще имперские настроения в той или иной форме популярны в России на протяжении уже многих лет. Более того, их популяризируют и продвигают федеральные каналы. Кроме того, в стране проходят русские марши, которые в свое время посещал и нынешний глава Роскосмоса Рогозин. Слава России! И нынешний политзаключенный, политический оппонент Путина Алексей Навальный. Вот отрывок его выступления. Мы большинство? Да! По сообщениям военных аналитиков, Кремль накачивает население шовинистическими идеями, чтобы было проще оправдывать как диктатуру внутри государства, так и внешнюю агрессию. В этом же состоит основа империи, основа тоталитарного режима, когда население зомбировано внешним врагом. И оно готово идти на решения и на невзгоды только ради борьбы за светлое будущее. И эта борьба основывается на построении образа внешнего врага. Однако, несмотря на громкие лозунги и устрашающую символику, российские неонацисты получают от ВСУ такие же мощные удары, как и любой другой оккупант. Из того же доклада разведки стало известно, что глава имперского легиона был ранен и вернулся в Россию, а его заместитель ликвидирован. Данила Кобза специально для информационного телемарафона Freedom телеканала UA. И далее с нами на связи уже военный эксперт Михаил Притула. С ним эту тему и продолжим. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Вот как сказал ваш коллега Олег Жданов, он уверен, что это часть пропаганды. Вот эти вот нацисты, праворадикалы, сторонники возрождения Российской империи. Но в одном из материалов Данилы Кобзы я услышал такую фразу от российского военного. Мы белые русские. То есть это уже говорит о вообще возврату к годам рабства, годам только, простите за высказывание, белой нации и так далее. Это же уже вообще повернута голова должна быть, чтобы такое озвучивать. Как вы считаете? Ну, это говорит о том, что у них есть и не белые русские. Это говорит о полном фарше в голове у этих людей, потому что полная потеря ориентации, полная потеря исторической идентичности или, может быть, поиск их, кто же они такие на самом деле и что здесь делают, и каким образом проводят защиту русскоязычных городов в Мариуполе, Харькове, Попасной, уничтожая эти города, представители, ну, скажем так, других народов. То есть вот эта вся каша у них в голове должна им как-то что-то объяснить, то есть они пытаются найти логику в действиях своей власти, в словах своей власти, в командовании своей власти, которое приходят им с Кремля, с тем, что представители совершенно других народов разрушают русские города, при этом они защиту, воюют за русский мир. Это полная эклектика, полная каша в их голове. Но вот такие движения, о которых мы сегодня говорим, они были рождены прежде всего по указке Кремля где-то в начале 2000-х годов. Даже ещё до 2000-го года, в 1999 году была бы издана у них первая книга, начали сформироваться эти организации с целью как бы поднять определённую долю, так сказать, мобилизовать молодёжь на борьбу там за русский мир, за дать какую-то идеологическую посылку будущим действиям по захвату других территорий. В общем-то, в этой идеологии объявляются там вне закона многие национальности, то есть Россия превыше всех, ну и так далее. То есть это чисто нацистская идеология, чисто нацистская, даже, скажем так, историософия, чисто нацистское религиоведение. Вот так вот. И вот они вместе всё это слепили в одну кучу, причём пихнули, как это сказали были когда-то, пихнули невпихуемое. И всем этим всё это выгрузили на головы людей, которые не знают ни истории, ни философии, ни религии, которые очень далеки от каких-либо духовных вопросов, но тем не менее вот им это всё дали и сказали вперёд. В результате получается, что их идеология является такой критической смесью чего угодно, но с единственной целью — смешать вместе православие, сталинизм, ленинизм, притянуть за уши веды и так далее. То есть это страшные вещи на самом деле, потому что они сводят любого нормального человека с ума. И люди, которые как бы по своей сути бывшие нормальные, они становятся сумасшедшими, потому что им дают вот эту сумасшедшую идеологию. Таким образом, мы видим, что люди, которые одурманены этой российской пропагандой, которая реально делалась за деньги спецслужб, они начинают идти воевать. Причём за что они воюют, они на самом деле даже не понимают. То есть это вот как роботы такие, биороботы, которые идут и пытаются что-то донести туда, где существуют тысячелетние культурные ценности, существуют духовные практики, существует духовное развитие. И всё это вот есть, и вот этот весь мусор, который придуман специально для оболванивания своих людей, они пытаются выгрузить на нас. Да, это часть военной пропаганды, причём та, которая начала работать ещё где-то в начале 2000-х годов. К сожалению, экспертов никто не слушал в то время, и никто не противодействовал этой пропаганте. То есть основная их, скажем так, литература, то есть, грубо говоря, их российский «майн камп», был у нас запрещён незадолго до войны. Всё остальное время он продавался даже у нас в книжных магазинах на Петровке. Это было немножечко неправильно с нашей стороны. Знаете, Михаил, есть такая поговорка, что не бывает плохого солдата, бывает плохой генерал. В данном случае, я правильно понимаю, что рыба гниёт же с головы? Ну, конечно. Конечно. Потому что вот та ментальность, которую они насаждают, та идеологема, которая пытается насадиться именно руководством России для своих граждан, она автоматом бьёт и по ним сами. Потому что то, что для них считалось раньше нормально, то, что они рассматривали субъективно, они перестают это… Для них это становится… Они начинают жить в изменённой реальности, которая очень далека от тех событий, которые на самом деле происходят в мире. И начинают верить в ту реальность, которую они создали сами. То есть представить себе, например, что российские вот эти нацистские или неонацистские группировки будут идти, будут вообще существовать в России, то есть раньше это было, в принципе, невозможно. А тут они вдруг расцвели и действуют. И причём многие мероприятия там проводятся именно за деньги спецслужб Российской Федерации. То есть это да. И, кстати, они проводили свои мероприятия на территории Украины. Это ещё и было в десятых годах. Всё это было здесь. Они действовали достаточно активно, вербовали своих сторонников. И потом среди этих же сторонников они искали… Не искали, а этих же сторонников они задействовали в боевых действиях ещё в 2014 году. Эта информация была. Ну, скажем так, до 2014 года кому это было интересно? Наоборот. В свою очередь, я правильно понимаю, что ещё один момент, когда вот такие вот настроения в Российской Федерации, ну, можно сказать, расширяются, это из-за отсутствия наказания. То есть безнаказанность в головах этих людей. Я сравниваю параллели с действиями российской армии в Буче и в Ирпине. Имею в виду мародёрство, изнасилование. Вот в нашем материале, который подготовила Анастасия Жук, она взяла интервью у одного харьковчанина, в квартире которого жили россияне. И он показал, что они после себя оставили и что они воровали. Даже то, что по факту им не подойдёт. Я не буду вдаряться в подробности. Но говорит ли это о том, что как россияне, российская армия, вот эти кадры, которые мы видели только что на экранах, вот эти митинги там неонацистов и так далее, говорит ли это о том, что наказания для такой категории людей, вот сейчас увидите на экранах это, наказания для такой категории людей просто нету. И они чувствуют безнаказанность и свободу, условно говоря, в своих мордёрских действиях. Конечно же, они получат своё наказание, безусловно. Но не от своей власти. Можно сказать, что от своей власти. Потому что в своём безумии они делают такие поступки, которые, скажем так, нормальный человек не сделает. Они идут в бой, они идут на передовую, пытаясь захватить чужую территорию. Естественно, что они будут гибнуть первыми. И они даже не подумают о том, что им вот эту пропаганду насадили с единственной целью, чтобы пустить в первых рядах, чтобы они пошли с криком за Путина, за Сталина, вперёд, захватывать территорию, выполнять чьи-то безумные приказы. Поэтому они своё возмездие получат. Как сказал кто-то из мудрых, когда Бог хочет кого-то наказать, Он лишает его разума. Вот это как раз тот случай, когда люди, лишённые знаний, лишённые разума, в погоне за какими-то мифическими идеалами, которых в принципе нет, которые просто придуманы, идут в бой и тут же гибнут. То есть вот как бы их наказание, или как это говорят в Ютубе, мгновенная карма. Так с многими и с ними произошло ещё начиная с 2014 года. А юридическое наказание, ну, может быть, кто-то из них получит и среди тех, кто доживёт. Доживёт до того момента, когда военных преступников России будут привлекать к уголовной ответственности. Но тут ещё один важный момент. Вот, Михаил, мы постоянно видим кадры людей, которые выходят на протесты и выступают против войны, так называемые антивоенные протесты, против так называемой спецоперации. И мы видим, что этих людей сразу же пакуют в автозаки, представители Росгвардии, представители ОМОНа, представители там, ну, просто полицейские, да, условно говоря. Но тут же появляется ещё одна проблема. Вот эти мирные люди, мирные, не в военной форме, которые выходят на протесты за, там, единую, там, Россию, за, как они сказали, белых, русских и так далее. И вот это ещё рост репрессий против своих же граждан от мирных граждан добавляется, не только от полицейских. В таком ключе высказался в нашем эфире Николай Полозов, адвокат. И вон, по его словам, заказчикам притеснений инакомыслящих россиян всё же остаётся Путин, как в рядах для полицейских, так и для вот таких вот неонацистов, которые выступают на митингах. Давайте услышим Николая Полозова. И, в принципе, любая активность, которая не санкционирована властью, она подавляется. Причём подавляется как по прямому указанию власти, так и по разумению местных властей, которые боятся как бы чего не вышло. Противозаконен сам выход выражения публичной позиции. Неважно, в какой форме это выражение происходит. Можно проводить акции только с полного разрешения государства, маршруя строем, показывая букву «З» и демонстрируя другую фашистскую атрибутику, которая сейчас в нарративном порядке спускается сверху в массы. То есть я правильно понимаю, Михаил, что уже на пропаганду российскую очень много Кремль и Путин лично дал сил, чтобы максимально сталкивать лбами людей. Но тут ещё подключаются и внутренние конфликты внутри самих мирных, подчёркиваю, россиян, которые не держат оружие в руках. Мирные конфликты, то есть конфликтная ситуация в России, она будет нарастать, то, чем будет нарастать с каждым днём. Это связано и с ухудшением экономической ситуации. Холодильник будет давлеть, начинает заставлять думать даже тех людей, которые ранее в этом замечены не были, то есть они раньше не старались думать, они старались слушать телевизор и государственную пропаганду, считали, что это всё правильно, так оно должно быть. Но этих людей, они пойдут за небольшим организованным думающим меньшинством. То есть тех людей, которые умеют думать, их всегда меньше. И вот это думающее меньшинство, оно возглавит протесты, которые будут в России. Почему они будут? Потому что дальше так жить нельзя, и у них не будет другого выбора, как что-то менять в своей стране. Потому что даже та же Росгвардия, те же силовые структуры, они требуют от центральной власти постоянной финансовой подпитки. Власть вынуждена им платить больше, чем всем остальным гражданам, покупая лояльность этих сотрудников. И когда этих денег становится всё меньше и меньше, то есть всех много, а всего мало, то лояльность силовых структур, она будет всё время понижаться, понижаться и понижаться. И в конце концов совесть начнёт просыпаться, и люди будут говорить, мы давно стояли на стороне народа, мы перешли на сторону народа. Ну это будут причём кричать те же люди, которые совсем год-два назад били других резиновыми дубинками. И будут говорить, знаете, вот мы бы могли ударить силой 10 килограмм, а ударили только на 3, чуть-чуть, потому что нас же самих могли бы бить. Вот это вот всё сейчас будет происходить. То есть будут включаться такие вот моральные императивы в головах вот тех людей, которые раньше об этом не задумывались и были рады скажу жить. Как там замечательно сказал Шевчук, да? Мы, ну да, мы поняли эту цитату, Михаил, да, чтобы не озвучивать её, чтобы не дублировать её в эфире. Михаил, я вам очень благодарен, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Михаил Притула, военный эксперт, был на прямой связи с нашей студией. Ну и далее давайте продолжим. Всё больше матерей ищут своих сыновей, пропавших без вести в Украине или взятых в плен солдатами вооружённых сил Украины. В основном это родители срочников. В соцсетях появляется анонимное интервью с комментариями самих российских солдат, которые рассказывают, что делали в Украине, с какой амуницией там оказались, что происходит в армии РФ в целом из уст российских военных. Давайте посмотрим в нашем сюжете. Вторая, а по мнению некоторых, даже первая армия мира, вооружённая высокоточным оружием, не имеющим мировых аналогов. Так российская пропаганда отзывается о своей армии. В это же время, по данным Генштаба Украины, потери РФ приближаются к 30 тысячам ликвидированных военных. Британская разведка 23 мая сообщает, что за три месяца войны против Украины Россия потеряла столько же, сколько за 9 лет в Афганистане. В середине мая Британия говорила о почти 50 тысячах потерь в сухопутных войсках РФ. А Минобороны России твердила, что потери в армии незначительны. Потери противника с 24 февраля по 24 мая ориентировочно составляют. Личный состав около 29 350 ликвидировано, танков 1302, боевых бронированных машин 3 194, артиллерийских систем 606, РСЗО 201, ПВО 93, самолёты 205, вертолёты 170. Кроме того, оккупантам собирают гуманитарную помощь во многих регионах России. Иногда местные власти делают это принудительно. Ирина Чистякова ищет своего 19-летнего сына-срочника, которого отправили воевать против Украины в Харьковскую область. В последнем разговоре он рассказывал, что прячутся в подвале частного дома в Малой Рогане. В СУ освободили населённый пункт ещё в конце марта. Женщина утверждает, что сын не подписывал контракт. На горячей линии Минобороны РФ ей сначала сообщили, что он в плену, позже, что он без вести пропал. Ирина рассказала, что у сына не было ни боевого комплекта, ни даже военного жетона. Когда он мне позвонил, когда мы с ним разговаривали, и вдруг начался миномётный обстрел в автоматной очереди. Я говорю, это что-то, где вообще-то? Он говорит, да и ладно, не переживай, сейчас постреляют, и, мол, типа, всё стихнет. Я говорю, он говорит, ну да, там вот так летает. Я говорю, а вы? Он говорит, мы не стреляем. Я говорю, а где твой бронежилет? Где твой? У меня скриншот-то есть, я же с ним фоткала. У него не было ни бронежилета, у него не было каски, когда он со мной разговаривал. У него вырвались, он мне сказал, говорит, у меня вырвались уже в Курске, вырвались берцы. Я, говорит, на проволоку приматывал подушку, чтобы ходить. Потом у него спросила про еду. Он сказал, спасибо некоторым местным, который нам приносит, но нам даже воду не продают. Мать российского военного, которого тоже отправили воевать против Украины, Татьяна Колодей, уроженка Николаевской области. В украинском Николаеве, который третий месяц под бомбежками РФ, живет ее мать и родственники. Рассказывает, где сейчас ее сын-срочник, неизвестно, а ведь он только получил российское гражданство. И даже сейчас, когда они ехали на учение в Курск, с контрактников брали по 2000, потому что сломался БТР. И нужно было деньги на ремонт. И я не понимаю, как это русская армия на то сдать. Многие российские оккупанты вернулись в РФ по истечении контрактов, из-за ранений или по обмену пленными. В российских соцсетях активно появляются комментарии о так называемой службе на территории Украины. Несколько солдат анонимно рассказали Радио Свободе об условиях такой службы. Нас круче всего подвергла связь. Из-за этих паленых раций нас несколько раз свои же чуть не подбили. Бог с ней, с едой, топлива не было. Это как вообще? Ладно, в армии в мирное время мы привыкли, но на боевой это жопа полная. Военный РФ, вернувшийся из Донецка. Слушай, но мои ребята никакие стиралки и поношенное белье через СДЭК не переправляли. Но мы просили лекарства, например, мыльные принадлежности, бритвы. Ну да, я понимаю, что давали не от доброты душевной, но и под прицелом я их не держал. Еду и воду мы не брали, это опасно. Передавали, что травят специально. Не насмерть, но в туалет набегаешься с этих пирожков. Военная одна из хабаровских частей на условиях анонимности. Минобороны РФ лишь один раз отчиталась об одном погибшем россиянине и 27 пропавших без вести с крейсера «Москва», пишет новая газета «Европа». В армии стабильно потерь нет, но есть пропавшие без вести. Родители таких моряков спустя месяц пытаются узнать о судьбе детей. Одним командование говорит, что моряки участвовали в так называемой спецоперации и героически отдали жизнь. Другие, что крейсер был в нейтральных водах и ведется поисковая операция. А потом и совсем, комментируют родители срочников в статье, предлагают признать сыновей умершими в результате катастрофы. Потом к нам начали приходить через военкомат извещения. С прискорбием извещаем, что ваш сын без вести пропал в результате катастрофы. А следом приходит уже составленное заявление, написанное за меня. Там указано, что я признаю, что тело моего сына не обнаружено в связи с тем, что была катастрофа. Приглашают это заявление подписать и говорят, что есть свидетели, которые видели, как сын находился на крейсере в тот день. Но куда он исчез, никто не видел. Мать моряка с крейсера «Москва». Из анонимного интервью «Новая газета Европа». Как выяснило издание «Проект», все боеспособные подразделения стали участниками нападения на Украину. Не участвуют в этой войне только те российские военные, которые охраняют границу со странами НАТО. 10 мая в Конгрессе США, где с докладом выступил директор национальной разведки Эврил Хейнст, заявили, что стратегические планы захвата Путина им Украины все больше расходятся с возможностями его армии. Юлия Безбородько, специально для информационного марафона «Фридем», телеканал «ЮАЙ».